Хуже каменного сердца, может быть только жидкий мозг. Самый удачливый политик, это тот, кто чаще всех и громче всех повторяет общеизвестное. Во главе реформ всегда стоит безумец. В политике приходится делать много такого, чего не следует делать. Великой нацией нас делает не наше богатство, а то, как мы его используем. Пусть лучше бизнесмены ведут свое дело честно, чем отдают часть сверхприбыли на благотворительность. Не бойтесь ошибаться, бойтесь повторять ошибки. Я могу управлять Соединенными Штатами, и могу управлять своей дочерью Эйлис, но я не могу делать то и другое одновременно. Лучшая награда в нашей жизни, это возможность заниматься делом, которое того стоит. Важно, чтобы ты был готов умереть за свою страну. Но еще важнее, чтобы ты был готов прожить жизнь ради нее. Меня не заботит, что обо мне подумают другие, но зато меня заботит, что подумаю я сам о своих поступках, это и есть характер. Лидер, делай, что можешь, с тем, что имеешь, там где ты есть. Лидер действует открыто, босс, за закрытыми дверьми. Лидер ведет за собой, а босс управляет. Самая главная формула успеха, это знание того, как обращаться с людьми. Мужество, это когда продолжаешь, хотя сил уже нет. Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает. Если человек честно живет и трудится так, что те, кто зависит от него и привязан к нему, живут лучше потому, что он живет на свете, то можно сказать, что такой человек преуспел в жизни. Лучшая награда в нашей жизни, это возможность заниматься делом, которое того стоит. Дураки учатся на своих ошибках, а умные — на чужих. Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, значит вырастить угрозу для общества. Когда вы достигаете конца веревки, завяжите узел и держитесь. Не повышай голоса, но держи наготове большую дубинку, и ты далеко пойдешь. Худший из всех страхов — это страх жить. Пожалуй, не существует более важной черты характера, чем твердая решимость. Смотрите на звезды, но крепко стойте на земле. Причина, по которой толстяки добродушны, заключается в том, что они не могут ни сражаться, ни бегать. Совершенно необразованный человек может, разве что обчистить товарный вагон, тогда как выпускник университета может украсть целую железную дорогу. Тяжело потерпеть неудачу, но еще хуже не пытаться добиться успеха. Вежливость — это как знак джентльмена, так и смелость. Все необходимые источники у нас в голове. Людям все равно, сколько вы знаете, до тех пор, пока они не узнают, насколько вам не все равно. Поверьте, вы можете, и вы на полпути. Важно, чтобы ты был готов умереть за свою страну. Но еще важнее, чтобы ты был готов прожить жизнь ради нее. Я мог бы вырезать из банана человека получше, чем вы. Большую работу поручают тому, кто показывает способность перерасти маленькую. Каждое реформаторское движение имеет сумасшедшую окраску. Здоровое республиканское правительство должно опираться на отдельных людей, а не на классы или секции. Хорошо иметь общество, которое поддерживает. Является ли Америка слабаком, чтобы уклониться от работы великих мировых держав? Нет. Великая демократия должна быть прогрессивной, иначе она скоро перестанет быть великой или демократией. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Смелость появляется тогда, когда сил не остается. Человек, который хочет стать великим, или хотя бы оставить след в этой жизни, должен решиться не только преодолеть тысячу препятствий, но и победить, несмотря на тысячу неудач и поражений. Наилучший руководитель, тот, кто обладает достаточным чутьем, чтобы выбрать подходящих людей, способных выполнить нужную работу, и достаточной сдержанностью, чтобы не путаться у них под ногами, пока они ее выполняют. Уважение в жизни вызывает человек, чье лицо испачкано пылью, потом и кровью. Что толку в критиках? Все, на что они способны, это обвинять сильного в тот момент, когда тот терпит поражение или совершает ошибку. Ближе к искусству коврик в моем туалете, который с тем же успехом можно назвать одетый, поднимающийся по лестнице и повесить на стену. Всякий раз, когда вас спросят, можете ли вы сделать работу, скажите им, конечно я могу. Затем начинайте действовать и выяснять, как ее сделать. Патриотизм, это поддержка своей страны, а не президента или других прихлебателей. Президент должен быть очень сильным человеком, который без колебаний использует всю предоставленную ему власть. Но как раз поэтому я полагаю, что народ должен зорко следить за ним. Работа критика имеет совершенно второстепенное значение, и что, в конце концов, прогресс достигается тем, кто делает. Продолжение следует...